Всем кусь, ребят, с вами Леоми и добро пожаловать обратно в Wizard of Legends. Сегодня у нас будет финальная серия прохождения этой игрушки. И сегодня у нас будет, наверное, самый сильный, да, безнаверное даже, я бы сказал, самый сильный билд в этой игре. И сильнее него, ну, мне кажется, что ничего не может быть. И самый забавный прикол в том, что тебе в нем даже не нужно особо полагаться на рандом. Ты буквально со старта имеешь самый сильный сетап, который только можно представить. И вот сейчас я уже, ребят, можно сказать, что непобедим. Чтоб вы понимали. Да, это забег и билд через прыжки. Все, что для этого нужно, это два прыжка, по большому счету, и хаотический маятник. И, возможно, еще костюм темп. Я не уверен. Возможно, да, костюм темп, скорее всего, нужен. Не костюм уровень. Костюм уровень дает огромный урон, огромные бафы, все такое. В итоге максимум здоровья уменьшает урон по тебе, скорой зарядки лишнего сокращается у тебя, он быстрее заряжается, то есть. Но костюм темп, он добавляет нам, как его, уменьшает перезарядку на 15% увеличить скорость бега на 10%. Нас интересует 15% порезки кулдаунов. Потому что нам ее изначально немножко не хватает. Что берется? Астральный разлад, это прыжок. Он берется ультой, соответственно. Один из прыжков, который, ну, собственно, ультой можно взять, в общем-то. Его на этот слот именно со старта берется он. Телепортируйтесь в небо, пройдя сквозь хаотический разлом. Давайте на тюрье... Ладно, давайте чем прочитаем, ладно. И обрушитесь на врагов лавину хаотических ударов. Выглядит это вот так. И прикол этого конкретно прыжка в том, что он тебе дает неуязвимость, когда ты в нем. И когда ты даже падаешь, ты можешь еще что-то успеть сделать, сделать взрывок, а что-то такое еще, ты не получишь урон. То есть, соответственно, у него есть инфреймы по возвращении. Он не такой неуглюжий, как, например, огненный прыжок, там, по-моему, или электрический, например. И есть воздушный прыжок, который берется вторым. Обычный аркан, соответственно. Свечой взвейтесь в воздух, потом обрушитесь на землю, создав яростный порыв ветра. При улучшении создают меньшие порывы ветра, которые после удара летят вперед. Соответственно, он делает вот такой прыжок. И тоже, вроде как, он имеет вот инфреймы после того, как он после падает. И весь геймплей, ребят, строится на том, что мы просто спамим и чередуем эти два прыжка. Таким образом, мы находимся нон-стопом в инфреймах просто постоянно. Мы полностью неуязвимы в этот момент. Ничто не может нас прервать. Вроде как, должно быть, по крайней мере, так, теоретически. Но для этого, соответственно, нам нужен хаотический маятник, который существенно замедляет перезарядку у игроков и врагов. Но также увеличит урон чего? А, наоборот, он сокращает перезарядку. На 75%, короче говоря, держит наши кулдауны. Изначально кулдаун в наших навыках там что-то под 6 секунд или около того. По крайней мере, на ульте на нашем. Как-то так. И здесь со старта, ребят, можно было бы взять себе какой-то релик на усиление этих самых прыжков. То есть, например, увеличивает урон всех арканов движения, это работать будет. Уши дикого кролика увеличивает урон всех арканов с прыжком. И каждый быстро использованный аркан с прыжком наносит все больше урон. То есть, вообще идеально. Но мы со старта, ребят, берем здесь перо калибри. Позволяет перепархивать через ямы. То есть, весь рандом, ребят, который вам нужен здесь, это найти со старта хаотический маятник. Для этого просто перезаходите сюда-сюда и все. Нашли и пошли. Тебе больше не нужно абсолютно ничего. И вот какой бы билд ни был, какие у нас там сильные забеги бы ни были до этого, насколько бы они, возможно, ДПС-нее где-то ни были, или что такое еще, ничего не может быть сильнее забега, который физически не может умереть. То есть, абсолютная неуязвимость, которая полностью неуязвим. Одно но, если ты делаешь все правильно. В прошлом забеге через базовый аркан там была брешь. То есть, там был момент, который ты гарантированно находишься не под неуязвимостью. То есть, у тебя там был, допустим, кулдаун в одну секунду или чуть больше. Во время них, соответственно... О, кстати, хорош. И знаете что, давайте я сразу ему, короче, задоначу. Пускай будет, почему бы и нет. Там была одна секунда или один-две секунды изначально, когда я, соответственно, должен был перекастовать свой аркан движения. Аркан, точнее, бафа. И в этот момент меня могли ударить. И мастер Сура меня в этот момент как раз-таки атаковал. Это трудно передать на самом деле. Не играя те, кто не пробовали сами это. Давайте погнать сразу на босса. Но прикол в том, что когда я кастовал баф, соответственно, я какое-то время не мог... Как-то я сейчас получил урон. Сейчас тоже как-то получил урон, не знаю. Любопытно, кстати говоря. Может быть, немножечко я тут еще к таймингу не идеально нажимаю, и все. Потому что тут надо знать, так вот, типа... Ты когда падаешь, тебе надо моментально сразу прыгнуть. Если ты где-то что-то как-то практикиваешь, не очень сдачный, то, походу, можно отхватить, хоть я не знаю, честно говоря. Надо приноровиться, и теоретически мы сможем просто выносить все и вся. Должно быть такое. В прошлый раз у нас тоже начало было такое странно немножечко. А потом мы раскачались, и было очень мощно. Обидно было, дико, встать. Я даже на бочке прыгнул, вы понимаете, вот. То есть, действительно, там просто надо именно саму кликать идеально под этим таймингом. И все. Может быть, я немножечко утыкаюсь в кулдауны. И для того, чтобы этого не было, надо мне, может быть, какие-то еще там, что-то себе добавить. Честно говоря, без понятия. Но вроде бы и так все работает со старта, соответственно. Соответственно, получить урон можешь разу, что если ты находишься не в прыжках в этих, и в момент падения, если ты как-то не сразу нажимаешь клавишу. Тебе это задает задача просто закликивать кьюшку и ПК. Перо берет для того, чтобы ты просто в яму не падал, потому что будут комнаты, в которых ты просто прыжками будешь туда улетать. Другие прыжки здесь не подойдут. Не знаю насчет водяного, но другие точно нет. Водяной, в принципе, неплохой. Но вот эти вот, рекомендуется именно их брать. Соответственно, я беру, ребят, здесь еще также улучшение прыжка нашего, которое гарантированно или практически гарантированно попадает с улучшением. Мне даже не нужны другие арканы. Винус, что он может зайти, я даже не знаю, если честно. Может быть, тот самый, кстати говоря, баб, который дает мне неуязвимость при движении, он будет работать типа с этим тоже, но при этом мне будет его некогда прокастовывать. И вот в таких вот комнатах как раз-таки берется, для них берется перышко, чтобы можно было так переходить, забавно так клеточки появляются. Ай, ну сейчас я просто не нажал клавиш, на самом деле. Не среагировал. В первой перышке берется, чтобы просто не падать в ямы. Теоретически, с таким сетапом ты можешь спокойно не получить урон за весь забег вполне себе. То есть, если к этому чуть-чуть приноровиться. Приноровиться, значит, что просто типа вот быть всегда готовым к бою, так как я сейчас зашел в комнату, не делать. И здесь, видите, вот просто вот так. Это настолько просто собирается, настолько минимум всего требует. И это, да, это формула победы, по большому счету. Что может пойти не так, казалось бы, ничего практически, да, только вот если где-то там просто пишешь и застанноучишься. Ну, для этого на подстраховку ты можешь, если ты боишься где-то, как я, допустим, волнуюсь насчет того, что я могу просто где-то как-то случайно не прокликать качественно все вот это подряд. Улучшает ваш аркан Равка, улучшает время перезарядки. Не надо мне это. Улучшает здоровье каждый лучший аркан. Ничего из этого неинтересного. Так, у меня что-то еще осталось. Вообще вот здесь какая-то самая какая-то комната еще, по-моему. 95% в комнату все залутали практически, кроме того. Погнали дальше. На подстраховку можно взять какой-нибудь панцирь или что-нибудь такое, что дает себе неуязвимость или уклонение, гарантированное после получения урона. В таком духе. Ну, какую-нибудь там резалку можно. Можно такую металлическую такую штучку, которая дает себе неуязвимость на пару секунд после получения урона и срабатывает всего лишь 5 раз. Тем не менее, то есть я считаю тебе 5 прав на ошибку, и ты допускать, что теоретически в принципе не должен. Поэтому, ребят, да, каким бы сильным ни был забег в прошлой серии, какой бы мы там адский дамаг не выдавали, хоть 1000 урона в секунду, как угодно, но это будет очевидно слабее, чем билд, который просто не умирает абсолютно. И при этом он, кстати говоря, и дамажит так-то неплохо, если что. И тут можно много чего развивать. Соответственно, здесь подойдут хорошо всякие бафы на урон. Х2 урон по игроку тоже подойдет более чем. Ну, по Х2, по врагам и по врагу в смысле. Потому что мы его практически без штрафа берем. Также еще в видео, в котором я смотрел, узнал об этом. Мне сначала написали в комментариях, об этом написали, что вот есть такое вот видео. И вот там как раз-таки я с него, ребят, взял. Само собой я это не придумываю, если что. Это как-то забыл сказать, что ли. Так вот, там еще брался... А, брались как его. Я промахиваюсь по этой панде. Не по панде, по этой пиняте, точнее. Я просто по ней не попадаю. Иди отсюда. Вот так вот, к стеночке, к стеночке, и все. Добили. Из нее просто золото также еще выдастся нам. Не знаю, можно, в принципе, сходить на первый луп из любопытства. Но не то, что бы сильно требуется даже. Но можно. Так вот, там использовались еще ботинки, которые повышают по тебе также урон в два раза и дают тебе 45% шанс на уклонение. Такое в том, что, соответственно, ну, нас не должны теоретически вынести так моментально. Хотя, если у меня будет несколько бафов x2 по себе, то это будет очень больно. Зато эти ботинки на экстренной ситуации могут тебя задефать от стамлока. Чтобы тебя просто не ударили. В первую очередь касается, соответственно, мастера Суры третьей фазы его. И это просто гарантированная победа над ним. В прошлый раз буквально пикселя хп не хватило. Но там действительно вот проблема в том, что ты, когда кастуешь этот баф, у тебя есть где-то ты, во-первых, кулдаун, у тебя есть там 1-2 секунды, да, в моем случае буду еще больше, потому что я взял увеличение кулдаунов за это самое, как его, ради большого бафа урона на базовый аркан. Вот так вот. Не скажу, что, ребят, геймплей какой-то прямо слишком увлекательный и не стоит с этим как-то слишком злоупотреблять, но на один разок, ну, через такое поиграть, пройти мастера Суру вполне себе можно. Ну, в прошлый раз там ему пиксель хп оставался, но действительно вот этот вот кулдаун, который, из-за которого мне приходилось бегать, очень сильно душил, да, и плюс еще то, что даже когда кулдаун проходил на моем бафе неуязвимости, передвижении, я не мог его активировать попросту, потому что активируя мне надо еще там полсекунды, например, на месте стоишь, активировать баф усиления огненный еще сложнее становится, потому что два бафа подряд это полторы секунды где-то стоять на месте, наверное, там выйдет суммарно. Может быть чуть меньше, ладно. Ну, дофига, короче говоря. Так, давайте рассмотрим. Так, присмотрим. Базаркан увеличит уровень скорости движения, пока лично аркан полностью заряжен. Снова тяжелее по мере, как вы продвигаетесь. Можно купить синюю копилку, потом ее разбить. Давайте купим ее по приколу, ни разу не брал. Она себя купит, в принципе. Спокойно, я так понимаю. И, в общем-то, была вся проблема в том, что вот прокастовать и начать бежать вот этот вот момент мастер Сура и не давал мне совершенно. В итоге я бегал, бегал, бегал. Бегая я хоть как-то мог доджить, а как только я останавливался, я сразу получал урон. И где он меня разок подловил, он мне снял сразу же половину хп. В итоге ему пикселя хп не хватило его добить. Очень было обидно. Так, мы все, идем дальше, да? Другие арканы, я говорю, ребят, нам даже не нужны базовая... Как, его рывок берется вот этот вот на всякий случай, типа потому что он хоть как-то тебе деф может давать. Зачем берется, на самом деле, вот эта штучка, я не знаю. Но там рекомендовалось, типа, вроде как этот аркан, который, типа, дают невзимусть, тот что-то такое еще базовый. Но, по-моему, он абсолютно не нужен. И какой бы здесь урон ни был, даже будь он в два раза меньше, или что-то такое еще, пусть он далеко не самый мощный, далеко не самый, знаете, дамажный, но это самый сильный билд по совокупности факторов. Потому что, ну... Кстати говоря, интересно, а яд меня ударит вообще или нет? По-моему, меня яд не ударил. Соответственно, здесь еще так же хорошо подходит... Вот этот меня ударит, нет? Ну вот, видите, да, что я полностью реально в неуязвимости, стопроцентно. То есть даже когда я четко падаю на сплошной поток ударов, я не получаю урон. Там я получил урон из-за того, что как-то что-то не прокликал, судя по всему, потому что действительно, ты охреневаешь так кликать настолько быстро, вот это все может где-то у тебя... Если ты на 0,1 секунду, например, криво кликнешь, или на 0,2 секунды, соответственно, у тебя все вот... Ты можешь получить, в общем-то. Но я не говорю это условности билда, знаете, если там были у нас условности сборки, именно, да, получается такие, потому что... Там именно было время паузы, и мне надо было в него что-то делать. То здесь все зависит от того, можешь ли ты просто вот... Не то, что вовремя кликать, а просто подряд, насколько быстро. Все зависит чисто от этого. Вот и все. Соответственно, можно, ребят, это собрать, в том числе в забеге. Ну, если у тебя есть хаотический маятник стартован, да, взят. Ты можешь найти эти прыжки в забеге, можно их не лично арканы использовать, это неважно уже, но здесь просто, ну, берется со старта, потому что в забеге ты можешь этого просто и не найти. Очень хорошо, если бы мне действительно попались бы еще бафы на аркан прыжка, было бы прикольно. Кто бы мог подумать, действительно, что вот одно из самого первого, что я пробовал в этой игре, это как раз-таки прыжки, по-моему, то ли в первой, то ли во второй серии буквально я это попробовал уже. И я не понял вообще прикола, потому что оно... Не то, что было сомнительно, оно было опасным, оно было вредным. Эти прыжки они слабо дамажили, и после них ты сразу же получал урон зачастую. Кто бы мог подумать, что самое сильное, что существует в этой игре, это будут непосредственно эти самые прыжки. Но именно, ну, конечно, да, тут понимать надо, что другие прыжки. Там-то у меня был, типа, электрический прыжок, по-моему, я первым использовал, если не ошибаюсь. Вторым то ли огненный, то ли... Не уверен точно. И вот они были не очень, конечно. Но вот эти два прыжка, которые дают тебе неуязвимость, они, конечно, вот так вот ломают игру, и вот так вот люто обудятся. Мастер Сура, третья фаза, здесь должен лечь, если только где-то не это самое. Хоть с закрытыми глазами, на самом деле, этот билд можно с закрытыми глазами все прокликивать. Вот действительно, абсолютно полностью. А это самое сильное, что есть в игре, и я думаю, что тут... как бы не самый сильный забег, который есть в игре, может быть, да, но сборка именно так. Ну, забег, потому что можно бесконечно там подбирать еще больше там себе предметов и так далее. Условно говоря. Но сама концепция, она максимально просто собирается, и ее вряд ли что-то может переплюнуть. Надо посмотреть, что мне парамозик делать, потому что я не помню, если честно. Единственное, что ты не очень хорошо контролируешь, соответственно, куда прыгаешь, то есть ты мог указываешь, да, но половина твоих ударов, они зачастую промахиваются. Поэтому лучше всего было бы, конечно, к стене босса кого-нибудь прижать, например, около стеночки держаться. Так вот тебе ничего не будет промахиваться, потому что ты будешь просто вот так прыгать, никуда не смещаясь. Это было бы удобно. Так, это что такое? Победа на дорогом ускоряет текущие перезарядки. Хорошо, личный аркан заряжается быстрее при малом запасе здоровья на 30%. Такое себе. Даже рывок нам, по большому счету, не нужен. Но если где-то нужен, если где-то захочешь использовать, то можешь, конечно, при помощи него там уйти, там что-то рисковать такое, если босс, например, далеко, чтобы к нему подойти или еще чего. Но это будет уже риск небольшой. И даже если я в яму падаю, и причем, по-моему, даже если я перышко выкину, мне кажется, смотрите, я перышко выкидываю, да? Понимаете? Интересно, а вот эти... Ага, смотрите-ка, вот я как раз хотел проверить, потому что на аркане пустоты я был уверен. Опа, есть Х2 урон, но как его, но уклонение. Серьезно, он крепит броню, получается. Тереть золото очень ровно. Улищет урон длительность оглушения за каждую проклятую реликвию, что у вас есть при этом уменьшая при этом скорость движения. Можно ботинки взять, в принципе, будет. Не знаю, подумаю еще. Я просто был уверен, как раз-таки, что насчет аркана, который хаоса, прыжок, что после его использования, если ты прыгаешь в яму, ты можешь еще сделать срывок успеть. И для этого тебе перо-калибр не нужно. Но вот насчет аркана прыжка в воздух, я не был уверен, как он работает. То есть дает ли он возможность еще оттолкнуться от воздуха, условно говоря. У аркана хаоса такое есть. У воздуха нет, поэтому в том числе и берется перо-калибр. Просто, на самом деле, оно получается на мастере суре нам абсолютно не нужно, но для комфорта где-нибудь оно пригодится. И я бы сказал, ребят, что здесь даже какие-нибудь посланники грозы и всякие другие арканы, они могут быть вредными. Почему? Потому что тебе на них надо так или иначе тратить время для прокаста. Ты можешь их использовать, и они будут, соответственно, всякие вот эти самоны атаковать врага во время твоих прыжков. То есть будут хоть какой-то вливать профит. Тебе не нужно как-то как другие арканы, да, прям так. Но тем не менее, ты все равно отвлекаешься от прыжков, тебе требуется их призвать. А это требует небольшого времени, и, соответственно, ты допускаешь с себя риску. Поэтому другие арканы могут даже повредить. Увеличить скорость движения не уверен, что мне нужно. На самом деле, приучи чем урон выпускать 300 молний, в основном дороге подбираться от хаоса. Ничего не нужно. По-моему, да. Ну, можно сандалии меркурия взять, конечно, по приколу. Пускай будут, типа. Все. А, еще этот самый. Возьмем все-таки вот эти вот ботиночки. Небесная обувь много. Я надеюсь, по крайней мере, что все будет нормально. Если я получу урон, а на самом деле, обувь, наверное, не стоило, может быть, сейчас брать. Ее стоит брать, когда у тебя есть уже после получения урона неуязвимость, то есть панцирь черепахи. Или что-нибудь в таком духе. Чтобы, если ты даже получил урон под этими ботинками, чтобы ты не застомлучился, а, ну, то есть, ты как бы... Если ты получил, ты как бы сномлучишься, и, да, тебя могут по... по цепочке просто расхреначить в итоге. Еще и с двойным уроном по тебе. А с панцирем черепахи, даже если у тебя пройдет урон по тебе, то... Убеличить урон аркан движения позволяет совершать тройной рывок и снижать скорость движения. Ух ты. Вот это имба. По-моему. А может и нет. Надо подумать. Потому что аркан движения это... Погодите, это считается? Аркан движения это в смысле именно... Нет, стоп. Там аркан движения сказано или аркан рывка? Аркан движения. Значит, оно будет работать на... На вот эти прыжки. Потому что они, видите, у них есть такой ботиночек. Как... Такой же так, как и у рывка. Надо брать, скорее всего. Есть еще ускоряется и перезарядки. Есть вот эта неплохая штучка. Так вот, о чем я там говорил-то? Что если ты получил, короче говоря, даже урон, ты мог из тамлока выйти. Что тебя не вынесли потом подряд. А этот сам, как его... А ботинки снижают шанс того, что ты, в принципе, получишь плюху. А то, что ты получаешь в два раза больше, таких ситуаций должно быть немного, поэтому не должно быть критично. Собственно, с расчета на это они берутся. Но для этого нужна сначала... Нужен сначала еще был бы релик, на самом деле, да, который, конечно, позволяет мне... Я еще больше понимаю, что здесь очень важно пёрышка калибри была. То есть сначала думал отказаться от него в пользу крыл... Как его? Ушек этих, которые повышают урон арканы прыжка при последовательном использовании. Я вот не знаю, они работают ли... Там какой-то баф на время дается, или... Если ты последовательно разные арканы прыжка используешь... Ну, у тебя кроличьи ушки, как они бафают. Но так или иначе, у меня сейчас все неплохо. Если мы наберем, конечно, это самое, как его, x2 урона по себе, еще, то мне бы пригодился снижение урона по себе на 10, как его, в кап в 10%, потому что было бы очень больно отхватывать кучи чего. Ну, и я все-таки, наверное, пойду в лук просто для того, чтобы сделать забег еще более красочным, что-нибудь там найти любопытное. Я надеюсь, что вы не слишком сильно слышите мои клики мышки, потому что они, скорее всего, шумодав не будет гасить, он гасит все-таки фоновые шумы. Чисто клики он не может так качественно. Хотя, когда я купил, почему-то, когда я купил микрофон более качественный и видео, как его, аудиокарту, у меня действительно шумы и клики стали гораздо менее сложны, чем обычно были. Но тут приходится прямо Альяна, конечно, плацать только так. Стоп, а я могу? А, блин, мне не поменять аркан местами. Я просто, что? Или можно? А я могу вот так сделать? Слушайте, может быть, лучше там, чем мышкой. Типа, вы не будете этого слышать хотя бы. Возможно, хотя там клавиши, клавиши тоже слышны, но не скажу, что так прямо удобнее, я не знаю, как удобнее именно. Как бы на клавишу проще быстрее нажимать, но тут надо, получается, одной рукой чисто две клавиши чередовать постоянно так. Хотя можно, на самом деле, можно одновременно их нажимать. Будет нормально работать тоже. Процесс получается однотипно, да, но это полностью сламывающая игру такая штука. Может, кто-то сказал бы, что, жалко, что Мастера Суру выносишь именно такой сборкой, но я бы сказал, что Мастер Суру третья фаза, это, наверное, самый несправедливый босс, который я пока что видел из всех игр на канале. То есть, несложный, а именно несправедливый, потому что он абсолютно не про то, чтобы ты его мог понимать, понимать, как с ним сражаться. Ты его вынесешь рано или поздно сильными просто билдами и тем, что тебе просто рано или поздно у тебя получится чем-нибудь, как было у нас в прошлой серии, условно говоря, да? Но это не про понимание босса. Ты можешь на нем понять, не знаю, там 20-30 прохладных ситуаций, разве что там улучшить свой, то есть, ты не можешь его научиться прям полноценно читать и проходить вот с разными сетапчиками. Это босс не про знание. Я это повторяю, потому что очень люблю я на опережение, скажем так, бить по разным тезисам, что ли, которые мне в комментариях потенциально могут быть. насчет претензий и прочего. Ускоряйте себе призятки, давайте на всякий случай пускай будет, за майн-карточник Ноктюр нам не надо, повышает максимум здоровья за каждую носимую защитную реликвию. Защитных реликвий у нас это защитная, 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 Это защитная, это защитная. Смотри, три штучки есть уже. Давайте я это, беру каждый прок, реликвий, ваше сражение увеличит ваш урон и шанс к критическому дару. У меня две прок, это получается, да? Будет три даже возможности. Давай, пускай будет. Да и пускай это тоже будет. 40 хп нормально. Мед 6% повышает, дает. Так, я думаю насчет вот этой штучки, насчет модная обувь, обувка точнее. Честно говоря, ребят, я очень опасаюсь запороть забег. У этого чила этого релика не было, например, но там не факт, что ему все идеально выпало в видосике. Он повышает урон на 15% всего лишь, дает себе три рывка подряд, ты можешь спросить, у моего рывка нет, кулдауна, я и так могу делать наряда рывка. И написано, что там типа все это время ты будешь находиться типа вот в воздухе, считаться там типа не то ли внеуземость, то ли что-то еще такое. И хорошо, хорошо, точнее внеуземость, если ты будешь, если у тебя будет листик, например. Но, честно говоря, не знаю насчет модной обувки. Я возьму, наверное, ее. Я надеюсь, что я ничего этим не зафаршмачу. Но не должен, теоретически, по крайней мере. Да, мы медленно двигаемся, но у нас должен повыситься урон этих аркан, и в бою это никак не должно повлиять. А, смотрите-ка. Все-таки мы можем, мы можем тройной рывок делать теперь. Ух ты, даже с этим работает, оказывается. И при этом у него просто кулдауна нет. О, как. Жд, работает. Прикольно вообще. Окей, погнали дальше. Такой вот любопытный релик. А, слушайте, я, по-моему, даже... А, я даже не должен нажимать три раза, я могу зажать клавишу, и все. Оно будет работать. Так, императрица Зил, поехали. Может, в стенку упереться, действительно? И вот так вот ее долбить. А, стоп. Блин, она... Она швенит, к стенке не будет вставать иногда. Так, у нее ульт пошел. Так. Ну, вы понимаете, да, почему я сказал, что это будет самое сильное, что существует в игре? Я думаю, что здесь может мало кто поспорить. Никто не может и спорить здесь. Босс без урона абсолютно в тупую максимально и... без хоть какого-либо риска для себя. Тут ты можешь брать что угодно. Ну, только смотри, чтобы, типа, там, случайно, там, не наткнулся на лоба, на который тебя, блин, ударит на 600. Условно говоря, да? Ну, ладно, на 600, там, меня били на 300 практически, когда я переборщил с этими дебафами адскими. Но, тем не менее. Соответственно, ребят, можно обойтись для перспективы без этого костюма, если что. То есть, перспективнее будет с костюмом уровень, само собой. Но изначально, я так понимаю, что вас, скорее всего, не будет. Потратьте здесь личный экран, не потратьте заряда. Нет, давай, давай, без этого. Скорее всего, вам просто у вас не будет без кулдауна, как бы подряд вот это использование изначально, только если у вас хаотический маятник. Поэтому уберется этот костюм, потому что он дает 15% перезарядки. В Ганнистане написано, что, типа, можно как раз таки хорошо подойдут еще срезания кулдауна, но я, честно говоря, не знаю, куда больше. То есть, только, чтобы, не знаю, чуть-чуть проще было тебе заюз, да я не уверен даже, ты же ограничен тем, что у тебя должно время действия предыдущего аркаун закончиться в первую очередь. А там, поскольку мы все-таки можем так находиться в неуязвимости постоянно, то мы, значит, получается, что у нас нет времени тогда, когда у нас когда кулдаун есть, а неуязвимость закончилась. Разве что, единственное предположение, это если ты можешь, не завершив аркан до конца, уже нажать следующий. То есть, не выйдя полностью из неуязвимости всей, тогда не закончив аркан, ты можешь еще... Ай! Вот именно вот это может быть. Единственное, что тебе может опасно быть, это только такая ситуация. Что я сейчас? Что получилось сейчас? Стоп, я перышко скинул. В смысле? Простите, а как я упал? Ааа, серьезно? Стоп, так. То есть, если я прыгаю вот этим вот... Нет, стоп, не упал. А вот сейчас упал. Вот. По-моему, это баг немножечко. Скорее всего, такой-то косячок связанный именно с этим прыжком и... Я умею, что он почему-то все равно падает даже при наличии пера-калибрии. То есть, единственное, что вас может ударить, это если вы с ногой... с ноги в комнату врываетесь за чем-то и все. И еще что, может... Даже знаю, хотя нет. Мне писал один человек просто, что он задавался вопросом насчет того, что можно ли набрать стопроцентную вероятность уклонения, и он посчитал, что можно, и он собрал это через сколько-то там лупов. Но при этом, когда он пришел к мастеру Суре, у него было 100% уклонение, даже больше, чем 100%, его мастер Сура ваншотнул. И на это у меня единственный есть ответ, что я и написал. Мне писали в комментариях, что у мастера Суры, вроде как именно у третьей фазы, если не ошибаюсь, появляется шанс ваншотнуть игрока, который скейлится от количества проклятых реликвий. И я так понимаю, что если он шотнул игрока, у которого 100% уклонение, то там важен сам факт попадания атаки босса по тебе. То есть, не важно, нанес ли он тебе урон или нет, это именно важен сам факт попадания. То есть, что он типа? В уклонение прошло, все равно он по тебе попал, тем не менее. А здесь, прикол в том, что у тебя не уклонение, у тебя именно не какие-то инфреймы, ты именно что не находишься на экране, как будто бы. По тебе не могут физически попасть. Поэтому, даже если бы у него был бы шанс 100% себя шотнуть, и при 100% уклонении он шотает, то вот здесь такого быть вроде как не должно. Поэтому и какой-нибудь, ну хотя, типа, ты можешь хоть просто релик набирать, можешь сделать забег через релик, который шотает гарантированно всех, и в том числе тебя, или релик, который 99 урона делает с каждой фички, в том числе и в тебя. Но мастер Сура на третьей фазе забирает подобные релики. Но при этом, кстати, он мне писали, что он забирает терелики, которые такие вот жесткие, дикие, сломанные. Сломанные такие странные, специфичные очень, которые урон весь, баланс урона весь ломают. Короче говоря, он их забирает, и поэтому они на третьей фазе не работают, ты не сможешь его шотнуть, и он тоже не будет на тебя это опять оказывать. Именно это касается мастера Суры третьей фазы, других боссов, всякое такое, ты можешь на уровне выносить и проходить, если хочешь. Интересно, кстати, я смогу вот так. Я отсюда нельзя. Нет, хотя погодите. И все-таки нужного сопростояния хватало с первого рывка сразу же. Так, конечно, слушайте, вот здесь, да, там написано, было на Вике, что вот так перемещаясь, ты, в принципе, гораздо быстрее, чем обычной ходьбой. Но ты можешь куда-то залететь, потому что ты не видишь, куда тебя аркан рывка приведет. Можно так пользоваться, но мне непривычно очень просто еще. Усиливать лечение, заканая всех лутов, стрелков оказываются ограниченные. Вероятное, шанс того, что после использования аркана не будут заряжать. Восстанавливать все здоровье и урон увеличить, скажет как раз, когда член логического совет оказывается поврежден без получения урона, уже поздно будет это брать. Вероятное, вероятность, метнуть шаровую молнию при использовании базы аркана тоже не надо. Хотя могли бы взять, если мы пойдем на боссов дальше, конечно, на лук. Давайте возьмем, попробуем. Вдруг получится их выносить без урона. Давайте кинем, кстати говоря, вот эту стучку разобьем. Ох, ни хрена себе. Ага, то есть свинья копилка дает еще и еще и хилку. Хм, кстати, любопытнее предмет, чем можно подумать, потому что ты можешь его на босса себе вынести. Можешь на мастере суре бахнуть и потом вот получить пачку хила. Неплохо так-то тоже. И золото еще целую кучу. 300 золота он мне дал около того. Так, все, да, или как? Или нет? Вроде бы все, я здесь ничего не забыл. Так, что в красном магазинчике у нас было? Была перчатка базового аркана. Не надо. Сейчас максимум здоровья увеличу за каждым врагом. Хотя могли бы взять сердце как раз таки. Не надо ничего. Все, погнали дальше. Карту сколько? Идем в 9%. Поехали. Вроде ничего не забыл. У нас здесь будет электрический боссом, но до них еще один этаж. О чем я говорил до этого, я, честно говоря, сейчас пытаюсь активно вспомнить и могу. Как перебился другой темой, вот поэтому я не люблю, знаете, когда что-то рассказываешь и заходить в магазин и думать там. Поэтому это я их на попозже оставляю. Но когда попозже наступило уже откладывать это некуда, потом все равно можно забыть вот так. В общем-то самое сильное, что есть в игре. Духи могут подойти, кстати говоря, здесь ауры какие-нибудь. Сизо это аура, которая потягивает молнии к врагам. Ну, к примеру, дух. А что у меня там? А что там сломалось? У меня эти счеты сломались. Они... Блин, ну вот это, кстати, косячок, по-моему. Ну, типа, я же не знал, что у меня их поменяет. Как бы ты можешь догадаться, потому что он меняет тебя именно первый релик. Но тебя надо получать вручную скидывать. Но это как-то не совсем, ну, как-то странно. Ну, ладно. Могли бы скидывать религи, которые хотя бы, блин, при сбросении не сломаются. А тут получается, что вот так вот. Так, что мы можем еще выкинуть? Но можно сандалии Меркурия, можно что-нибудь выкинуть, можно это, наверное, забить болт. Нет, давайте скинем сандалии. Так, пускай будет. И снова вот так вот прыгаем. Соответственно, ребят, рекомендую с таким забегом поиграть, если у кого-то есть цель, не то, что цель, даже, знаете, победить мастера суда. Я бы тоже победил, если бы у меня было больше времени, я бы прошел бы его обычно с стапом, и даже не через базовую атаку рано или поздно я бы прошел его. Но, честно говоря, я не думаю, что в этом есть какой-то смысл. У меня нет такой мотивации заниматься этим. Но если кому-то нужно его именно победить как для челленджа, то не рекомендую проходить его через это, потому что это просто гарантированная победа для того, чтобы посмотреть, что будет в таком случае, если пройти вот для галочки хочется, либо просто поиграть через вот такой вот сетапчик. Поэтому, ребят, кто только начинает играть, хотя, кто начинает играть, наверное, лучше не знать о том, что в игре вот такое нечто существует. нечто кулацкое. Но не рекомендую этим злоупотреблять, потому что это, можно сказать, можно сказать, мета этой игры. Самый сильный и оптимальный билд. Так, он у нас заберет аркан. Если я куплю аркан какой-нибудь обычный, то, в принципе, можно. Он, кстати, уклоняет сработку, потому что я сейчас резко ворвал с собой. Сам прорисовер через бочки эти. Жесть. Я, честно, я думал, может быть, что вдруг там это понерфили или еще что-то такое, потому что видосик старый. Но в то же время там были новые комментарии, я посмотрел, там есть комментарий был пацаней, который писал, что краски это все отлично работает. Ну и как мы увидели в самом начале, да, где-то настолько мало здесь тебе требуется, чтобы вот так вот адски все выносить. Если найти, если взять костюм уровень, то тебе скорее всего потребуется снижать кулдаун при помощи как раз-таки вот этой штучки маятника Роксера, возможно, чего-то еще, потому что здесь 15 изначально у темпа берется, дается. Можно найти красный релик, который просто в бою снижает кулдауны. Самый простой способ, само собой. Значит, я даже не буду брать хилищий предмет у вампира. Я не думаю, что он мне что-то может дать такое, что меня прямо интересует. Вот серьезно. Я возьму себе эту штучку на всякий случай, но пойдем дальше. Такой вот эта самая маска, которая вот кулдаун тебе порежет, как раз-таки она может тебя вывести. И с костюм уровень ты будешь мощнее. А вот это зато прям стартовый этапчик с небольшим уступкой на урон, но зато без рандома, без требования поиска чего-то непосредственно в самом забеге. И даже вот здесь если я получу урон, значит где-то я просто не прям подряд кликал. Потому что у меня бывает знаете такое в некоторых играх, где вот такой же билд, который надо именно вот так вот просто закликивать. Я стараюсь кликать не так агрессивно, потому что чтобы идеально кликать, тебе придется кликать в три раза больше, чем требуется, или там в пять раз больше, чем требуется, чтобы не проморгать в нужный момент. Но из-за этого жалко Клаву и жалко уши немножечко хочется пореже кликать. Из-за этого можно отхватывать. Чтобы не отхватывать надо прямо вот так подряд, подряд, подряд. И с этим можно забег без урона делать. Абсолютно спокойно. Это жесть. С тем, что у нас в прошлый раз было, тоже можно было вполне себе делать. Но в идеале для того, чтобы сделать забег без урона, там уже нужны такие пищи. Возможно, приблуды, либо будут какие-то моменты риска. При кулдаунах, несмотря на весь шикарный урон, на полную неуземость во время бафа, все плюсы. Сильнее этого, того, что сейчас у нас есть, ничего быть просто физически не может. на мастер-иссуре немножечко наш урон еще уменьшится. И у меня, кстати говоря, сейчас урон прям далеко не самый идеальный, потому что у меня так-то мало бафов урона. Я бы хотел маску все-таки на Х2 урон по себе взять и что-нибудь на защиту еще, на всякий пожарный. Вот мне тогда было бы спокойнее. Принцент, крита, мы хиляемся, это всякие снаряды бафают. Ладно, погнали в луп, наверное. Там я буду уже процесс частично вырежу, но я хочу набрать что-нибудь еще эпичненькое такое. Честно говоря, у мастера-иссура все равно я не особо замечаю разницы в лупе, что он делает на третьей фазе, по крайней мере, по ощущениям он такой же дикий. На первой, второй, черт его знает. Особой разницы тоже я не чувствовал, когда играл. Так, в магазинчике я не вижу маски, к сожалению, жалко. Вот это достаточно такой значительный баф дает, насколько я помню, можно дать, но нет. Это нам не годит. мы могли бы это использовать как-то, но сейчас я даже заморачиваться не хочу особо. Вы не получаете смартфон хаоса, вместо этого повышается ваш урона. Он, по-моему, 20% даст суммарно, да? За лут, за полноценно он, в принципе, бафнет полностью должен, должен. Давайте вместо этого возьмем, может быть. Это все превращается в долл. Давайте ловяный браслет пускай будет. Знаете, ребята, что я бы сейчас сказал, а? Мне даже стыдно не будет, что я мастера сура буду уничтожать с таким. Я стал сам мастером сура, я стал настолько же нечестным, насколько он, и даже более нечестным, чем он. Ученик превзошел учителя, да? Как он вел совершенно нечестный бой в отношении к игроку. Так, теперь мы отрываемся в обратку. Единственное, что может меня сдамажить, по большому счету, ну, несколько вариантов, да, либо я влетаю уши кролика, йоу, либо я криво кликаю, то есть не подряд по слишком жалею, нечасто нажимаю клавишу, надо чаще, да, либо это в пропасть упасть при аркане воздуха, это вот единственный гарантированный, который не из двоей ошибки. Вот это учитывайте. Лишь втором всех арканов с прыжком, каждый быстро использует аркан с прыжком наносит все больший урон. Давайте передрядки вот эти скинем, потому что мне вряд ли пригодятся. у меня такой кролик теперь уйдите написано что каждый быстро использованный. 60% бонус нихрена он там бафает. 100% бонус он по 10% за использование дает бонус эффект. 100% максимум плюс 100% урона охренеть у него баф огромный. Так, у меня есть дух, давай второго духа. Это пробуждает при получении урона и мало запасе здоровья. Она недолго убирает необходимость приезжать какие-либо арканы. Можно было бы взять часики чтобы они меня засеивили в последний момент, но лучше было бы взять релик, который просто меня дает неуязвимость при падении хп до критической отметки или какой-нибудь тресс или что-нибудь в таком духе какая-нибудь неуязвимость мне лучше было неуязвимость спасение экстренное что-то такое было бы лучше явно. Я бы такое что-нибудь взял в принципе если мне предложат опять же сейчас я ищу маску такой релик либо ресталку либо которая может быть даже лучше которая мне просто неуязвимость после получения урона и 5 стаков имеет 5 раз спасает тебя дальше x2 урон и неуязвимость после получения урона который панцирь черепахи это знаете ребят так во многих играх можно назвать тоже постараться попытаться назвать самый сильный билд но это будет отчасти кликбейт потому что если какой-то другой билд в какой-то ситуации лучше то лучше всего когда именно что билды они отличаются своим плюсом и минусом у них есть какой-то другой он в целом слабее но он имеет какой-то другой интересный вариант использования более актуально в какой-то и так далее сравнить как бы сложно было бы тогда объективно но здесь действительно назвав это самым сильным это не будет ни капельки преувеличением блин так-то посмотреть у меня там 202 какая-то плюха там критом с какого-то из ударов вылетает хорошо бы здесь взошли бы действительно что-нибудь на повышение шанса крита чтобы они были стабильнее ну хотя криты здесь не такие прям сильные изначально не знаю даже но вот мои ушки это как пропит релик на x2 урон но без дебафа и которые работают не совсем сразу же а вот через несколько прыжков в обычных боях конечно они будут слабее заметно потому что 10 прыжков я нахрен не сделаю им надо раскачаться немножечко но в финальных боях каких-то 100% накопится быстро и при этом без x2 урона по игроку бонус в общем-то огромный конечно ничего не скажешь и надо сказать что здесь как бы и урон-то высокий вполне себе в прошлый раз конечно у нас было больше и позапрошлый тоже но там и забег гораздо больше длился и там был акцент на нанесении урона огромного а здесь у нас нет его типа у нас просто есть несколько моментов которые хорошо бапают урон но не прям мы чисто на это упарываемся если сделать конечно еще пару лупов то тут наверное числа были бы просто адовичные позволяет совершать тройной рывок слушайте это не три заряда дает а именно что тройной рывок я просто думал реально что он дает себе делать как бы три заряда дает и они у тебя будут все по очереди откдешиваться соответственно я как-то не так смотрел немножечко на этот аркан на этот релик точнее а он оказывается весьма мощный я даже на шипах могу прыгать туда-сюда вообще пофигу ну правда них залезть залезть не получается что тебя с них правило всегда скидывать сразу же но касаться могу мастер шулупный поехали даже да это да это вот чисто знаете не меня заперли с тобой это вас заперли со мной чисто из такого разряда потому что даже в его ульте он абсолютно беспомощен против меня я чувствую всю силу этого мира всемогущий анг просто знаете когда анг вошел в состояние аватара сразу вспоминаю и там блин на самом деле ведь здесь есть по большому счету в этой игре есть отсыл на аватаранга не просто так что не просто так оно напоминает всем даже разработчики получается обыграли а знаете где они обыграли это я не уверен что у них изначально была такая задумка но в игре ведь есть стартовые арты которые ты можешь то есть картинки я имею на меню паузы которые ты можешь менять и там есть один из артов который чисто отсылается на анг со светящимися глазами и чисто в таком похожем стиле очень нарисован он же чисто получается что я думаю что изначально возможно какие-то фанатские арты разработчики вот самые понравившиеся им решили добавить вот такую игру что ты мог менять на стартовом экране и один из них явно отсылкой на анг является ну по-любому же что он чисто так выглядит и вот я себя сейчас чувствую да как будто бы я в состоянии аватара чисто абсолютно абсолютная мощь блин я ауру скинул да тогда я не буду эту ауру убрать можно было бы взять старая перьевая ручка которая увеличивает урон личного аркана с каждым зарядкой но я думаю что с этого лупа погодите а как я в него зашел не прочистить эту комнату судя по всему с этим лирком если ты слишком быстро так вот пролетаешь ты можешь даже с комнатной комнату скипнуть потому что я прошел через эту дорогу у меня появлялась такая мысль в один момент тоже у меня как такое было подобное что-то но не был уверен пока оказывается в некоторых часах судя по всему как-то так можно сделать охренеть в общем-то перьевая ручка хорошо бы зашла да потому что нужно желать на какую-нибудь еще ракета в идеале да потому что бывает некоторых комнат но не хватает для того чтобы зарядить его целиком чтобы хоть образок бафнуть но я думаю что сейчас уже брать поздно мне все-таки сейчас уже не нужно тихо-тихо-тихо-тихо ботинки спасли что-то немножечко я да немножечко переборщил хочу за кому-то такая это комната ловушка со снежными бурями я такую впервые вижу если честно офиге там был сундук просто по центру ведь я просто видел разные ловушки но снежные бури чтобы они ловушками шли ни разу не видел по моему еще или помил только как магик оставали и все не более того даже сейчас таки я не отхватил хотя очень агрессивно в бой ворвался мне просто был опыт насколько у меня получится ли контролировать врываясь моментально к врагам вот так реагировать и успевать быстро уходить в прыжки иногда даже получается как видите просто бессмертный был я так серию назову на превьюшке бессмертный вот слово в принципе подходящее и при этом оно хорошо ляжет по своим размерам нет букв каких-то таких неудобных которые на слова при плохо ложатся например и так мало ребят для такой жести нужно и причем учитывайте еще такой момент забавный слово крылья кара что делать победу драгон сброшен я вам дает немного здоровья окей так погоди а где второй дух погоди не понял а где второй дух у меня же было два духа или нет а нет это а нет стоп аура у меня есть аура блин а я что-то подумал что это электрический дух и поэтому в прошлый раз не заметил что я ауру таки не скипал вот у меня духи где ладно я мог ауру в прошлый даже подобрать но ладно не важно не слишком критично все равно это реаль который я бы сейчас поменял хотя вот эти ауры мне очень нравятся когда их несколько они уже оказывают очень даже приятный эффект прямо и учитывая что я начал говорить да что это враги ребят они сейчас сильнее чем в обычной игре кстати говоря можно было бы знать что блин я не подумал об этом совершенно можно было хардмод включить точно ну ладно хрен с ним в принципе не особо что-то поменял это я думаю так это перевод ручка позволяет ненадолго украинс от всех ударов после того получаете урон то что надо кстати накапливать заряд личного аркана при получении вами урона увеличится всем всем стихий на пределах ваш наряд начинали другие снаряды которые попадают окей я скидываю эту ауру значит я беру себе эту накидку это вот как есть пантер черепахи который дает себе не уязвюсь после получения урона а вот это дает себе уклонение эффект в принципе идентичный ну только соответственно пробивают разные эффекты там типа при уклонении 100% крип например может быть что-нибудь такое но короче мне это отлично подходит та 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 самая поддержка тот самый сейф который я искал так красный перц могли бы ему продать лут который лежит на этаже честно говоря впадлы и не имеет смысла никакого я думаю так вот что я говорю про множество что не сильнее это у меня же маятник очень сильно задержки у врагов сокращает то что они атакуют значительно чаще чем при обычных ситуациях и при этом все равно я не получаю рон потому что абсолютно полный полная неудивость в этой жести и обратите внимание что так то урон неплохой я бы сказал даже дпс скорее неплохой чем урон потому что я не снес босса за первую прокаст его прокаст его атак не снес босса за первую неуязвимость но при этом я как бы я ему снес много хп но я его бил во время того как он даже сам атаковал у меня гораздо больше времени для атаки в целом поэтому если в других например сбор где у тебя большой очень урон ты бьешь только когда можешь здесь ты бьешь всегда надо это тоже скажем так фактически фактически дпс этого каких-то других билдов может быть ниже потому что они просто редко могут атаковать ну реже так критический удар на 15% бафнуть можно шанс но нет опять же маски которая x2 дамаг дает я бы ее взял сразу сильно бы бафнула но даже без нее должно быть неплохо у меня у меня иногда получается упасть соответственно в яму и не упасть да как бы прыгнуть в яму и не упасть а иногда нет а хотя нет не знаю даже у меня была мысль стоп я упал просто на ходу тогда это дело у них прыжки это дело в том что как-то перо калибри немножечко криво работает где-то то ли есть клетки какие-то корявые либо оп попал смотрите то ли как-то они не успевают появляться может быть я думал может быть я между клеток как-то встаю что не касаюсь ни одной из них ни одна из них не подсвечиваюсь таким образом падаю а судя по всему нет не в этом дело можно упасть и вручную и я не совсем понимаю как это работает именно если честно что-то я кстати говоря смотрите я даже хилку не могу подобрать в этом эффекте потому что я не нахожусь на экране она не может притянуться ко мне у меня не появляется хитбокса вот в чем прикол оно ко мне как бы притягивается но взять взяться не может потому что физического тела у перца у меня нет во время всех этих эффектов но опасайтесь ямой это единственное что как там хорошо так вкус у вас хп если реально подзажать вот так вот к стеночке я думаю ребят знаете что я скину вот эту релик на 50 хп давайте возьмем багряный клевер он дает нам 15% шанса крита и также еще нам даст 3% шанса крита по моему да шанс крита и и урон от маски пожирателя реликвий мягкие шлепанцы смотрите-ка получит урон вычитывается из шкалы личного аркана а это неплохо кстати увеличить силу горения давайте я это возьму вместо вот этих вот духов своих потому что когда у меня будет заряд а у меня он будет постоянно очень часто да я смогу по крайней мере получить урон от атаки будет еще один вариант сейва такой на всякий пожарный потому что я опасаюсь если вдруг я где-то застанночусь чуть-чуть то x2 урон по мне на мастере сурья но это жопа у меня блин на улице сейчас дождь пошел я как-то сразу сразу мне как-то флэшбэк знаете с аниме когда там идти такие уже прощальные немножечко сцен там прощальный бой какой-нибудь там финальный например да последний такая грусть навевает дождь начинает идти и дождь как раз таки начинается и вот у меня примерно что-то сейчас такое же когда мы идем на финишную прямую по большому счету уже этаж 6-2 остается последнее остается лишь зил и потом этаж уже суры и финальный босс да вот я краски нарвался поспешив и на 90 меня критом долбанули не настолько сильно на самом деле там меня били на 200 с лишним 237 там по-моему меня били в серии когда я сильно бафнул по себе урон но это у меня там было три велика на x2 урон судя по всему они да они перенажаются явно кстати если они перенажаются скорее всего другие бафы и на персонажа которые распространяются они тоже должны перенажаться друг между другом кстати был третий дух между прочим была третья аура но мне это ничего не нужно перевая ручка она так и хочет ко мне пойти даже сундука уже дропнулась но нет я сказал что ну поздновато даже в начале этого лупа если бы я взял но оно бафнуло мне там типа процентов на 20 25 может быть не помню урон личного аркана в принципе бафает или заряженного по-моему личного в принципе может стоило бы того не знаю но оловянный браслет мне и другой аркан бафает хотя на самом деле здесь я бы сказал 80% урона все таки идет не с аркана прыжка воздуха а скорее с хаоса арканы потому что ох что я нашел то что он бьет много ударов а воздушным я зачастую даже промахиваюсь ну у него много ударов слабеньких но он в принципе домажнее даже что я нашел и вместо чего я это буду брать вопрос вместо этого получен урон вычитывается наверное да или стоп или вместо пера калибри погодите вместо пера калибри ведь правильно у нас же на мастере сурина в бою можно упасть нет по-моему нет и там может быть и можно не уверен честно говоря но даже если ты там можешь упасть я вам не подходи в конце концов там в кругу держись в центре но я беру себе двойной переполох х2 урон еще вот это уже будет жопа вот это уже будет больно если мы отхватим но зато в противовес у меня и урон соответствующий становится если я буду попадать по врагу конечно если он не будет вот так туда-сюда манцевать у меня 100% на кролике 100% здесь 20% шанс нанести двойной урон здесь 20% урона тут 18% крит крит шан а стоп шанса крита и урона здесь 15% шанса крита тут дальше 15% от модной обувки вот столько у меня бафов нехилая такая пачечка собралась я скажу поехали на финальный этаж а стоп еще больше можно перед королевой зил кстати говоря поскольку диалога у нее нет можно перед ней прям попрыгать пока мы к ней идем просто вот так она даже не появляется она не хочет появляться из-за того что видите меня как бы нет на экране и она не реагирует даже триггеры не срабатывают понимаете триггеры спавна боссов и так далее всяких действий вот наш дамаг нахрен полностью раскрытый жесть я доволен что все в принципе получилось как надо и даже на аркан на новый релик посмотрели который я до этого не брал на парочку даже там свинья копилка еще была вообще на самом деле надо сказать что даже если не используют вот так вот эти прыжки то прыжок как будто подниму не ломать игру при помощи них да то вот эти два прыжка они сами по себе неплохие в других даже сборках потому что неплохой сейф-эффект оказывают так или иначе да просто здесь он раскрывается абсурдной версии но их базовый сейф-эффект все равно на фоне для обычного забега он неплохой а прыжок хаоса мне в целом очень нравился когда я с ним немножечко бегал запоминаю три последующих дара понижать урон того же типа атак каждый открыт аркан воздуха шансу вернуться от атак и я беру это то что оно у меня застакается просто создает ауру которая ранит врагов все вроде бы да вроде бы больше ничего не берем там также из этого сета есть релики которые там типа повышают 20% шансов но не дает тебе в итоге всякое такое мастер сура реванш века я тебя уничтожу за все те страдания которые ты мне приносил сколько раз ты меня унижал на третьей фазе просто в ноль с хорошими забегами вот и она страшно все равно честно скажу 489 урона еще 489 нехило это ребят третья фаза мастера сура без получения урона поэтому это самый сильный билд в игре из принципе того что можно вообразить он просто вот может найти урон сильнее только типа просто урон бафать и все больше ничего больше еще я не знаю интересно какая это будет особая награда что я писаю что типа что-то должно быть такое я чуть не знаю поздравляю со свершением того чего добивались считанные единицы что-то дает а стоп да дает это знак легенды а или нет знак отличия который награждает прошедших испытания хаоса примите-ка его как свидетельство мастерства и напоминания о свершении знак легенды этот знак также позволит вам вернуться домой похоже что ваш интерес к знаку и своего времени каким-то образом связал два мира воедино я бы готовил особый алтарь переноса когда будете готовы использовать знак сделайте это и окажитесь в своем времени мне было приятно встретить кого-то с такой силой и талантом такого читера ты раскрываешь свой потенциал какое энергичное а чего там приключение неплохо с такой-то выучкой сохранять холодную рассудительность среди абсолютного хаоса полезного умения ну да сейчас они будут про свои стихи говорить твоя решительность не сокрушила приземленная решимость и выносливость привели тебя к победе у тебя получилось отлично светлая голова и горячая кровь вот что зажигает победное пламя потрясающее выступление аж дух захватывает ветер развеял последние сомнения в качестве ваших навыков вы догадались не делитесь прекрасным волшебникам о таких волшебниках слагают легенды я не понял он мне дал что-то особое или я просто не помню когда мы открыли все арканы хаоса а стоп когда я открыл все арканы хаоса я ни разу его не побеждал после этого потому что я всегда ходил на третью фазу его просто я вот не помню он что дает тебе в таком случае у тебя все открыто и так есть у тебя все открыто они но он и так давал знак легенды по-моему и попутно давал и тебе еще открывал но здесь знак смотрите-ка знак нашего персонажа там нарисован а не знак вот этот вот цветочек который был раньше на знаке легенды я так понимаю что имеется ввиду что знаком теперь легендой стали мы именно непосредственно достигнет этап звездочка 7.1 звездочка это то ли лук то ли мастер сура типа вроде не знаю и он такой прямо довольный как-то так что-то особо здесь будет интересно прости нас с тобой все хорошо видите здесь такая звездочка именно цветочек такой не знаю ну скорее звездочка 5 элементов по центру сура имеется ввиду скорее всего простина все хорошо мы не знаем что случилось на тексте закрытого уборка не стоит переживать так это все то же самое говорится единственное у меня предположение что может быть у нас визуально вид здесь это показывается на писяхе которых мы встречали в забеге да а с которым я взаимодействовал скорее так потому что я встречал еще шахтера а шахтера не было здесь вот ребят кстати говоря про арты во первых вот этот на аватара анга очень похож это первое да а второе это еще какой арт погодите где-то дальше в шок ближе к концу вот этот очень похож ну согласитесь но чисто как будто бы аватар анг в этом самом как его в форме своей в форме аватара ну я думаю что вполне это может быть как раз таким знаете отсылом небольшим таким меню я думал что может быть дадут какой-то секретный костюм на самом деле или еще что-то так другое смотрим нет знак легенд ребят выглядит точно так же как и раньше я думал может быть он изменится здесь по-прежнему тоже такой же значок а стоп опа тень хват костюм реально костюм дали я думал нет костюм тени интересно что-то вообще делать нет что у него а стоп мешает перезарядка костюм тени он призрачный я его надеваю поверх любого другого судя по всему да я могу сделать так у меня будет костюм уровень это просто визуальный облик тени такой злоп просто какое-то что-то он мне напоминает опять же не знаю что ребят касаемо игры в кратеньке могу сказать если честно такая типа приятная игра маловато как по мне здесь контента в плане разнообразия на этажах то есть не хватает всяких событий альтернативных этажей наверное и так далее потому что когда ты разок прошел игру ты уже скорее всего видел практически все что тебе может игра показать в плане локаций есть косяки в плане не сбалансированности не честных ситуаций когда тебя просто люто стан лочит ты не можешь ничего сделать где-то ты зачастую не видишь вообще атак врагов потому что они моментально атакуют то есть это поначалу сильно душит и многие многие мне в комментариях писали кто попробовал эту игру после того после того посмотрели видео что пишут типа цены как-то сложно и непонятно умирают очень быстро и так далее вроде со стороны выглядит просто на самом деле на каждом шагу можешь отхватить но потом со временем ты понимаешь как к чему как играть в целом становится попроще и самое интересное что здесь есть это конечно арканы и релики релики на самом деле сначала меня разочаровывали то есть я думал что они будут такие типа скучненькие а что может быть лучше чем маятник который режет себе кулдауны на 15% который я брал постоянно а потом оказалось что здесь много реально интересных уникальных реликов то есть такая приличная пачечка есть даже синергии с проклятыми реликами есть костюмы есть сеты то есть контента по реликам здесь реально оказалось очень много очень интересного но при этом у них знаете у них в основном именно не синергии все же да а именно просто вот они сами по себе интересный эффект оказывают напоминает мне в некоторых мобильных рогаликах такой подход знаете когда вот дается тебе допустим несколько сетапчиков да несколько стилей игры Там через базовую атаку Через подбираемые какие-то там руны Через разные элементы И ты через каждый из этого можешь Собственные есть трелики Собственные есть заклинания какие-то Чисто под вот разные вот эти вот сетапчики Они все достаточно такие просто можно понять Что из них какой делает Как из них что собирается Но каждый из них тебе дает интересный опыт игры То есть это как для играбельности У тебя не сочетаются Они как бы не комбинируются так все жестко Как на уже айзеке Но в то же время у тебя много вот конкретно таких понятных сетапов Это как в Gunfire, например, кстати, подход Тоже там у тебя у каждого перса есть Допустим там 3-5 билдов Которые тебе вот явно на них намекаются Что-то другое ты можешь подсобрать Там что-то как-то немножко вправо-лево-вправо Шаг вправо-шаг лево сделать Но это же будет не так значительно По арканам здесь аналогично, смотри И причем они удобно сделаны по расположению Первая арка То есть где у тебя есть Аналогичные арканы из других стихий Они у тебя идут в том же слоте То есть бафы идут первыми, например Вторым идут, к слову, ребят, смотрите То, что мы тоже не делали Вторым идут кольца Здесь у нас поражает врагов огнем вокруг себя Здесь кольцо воздуха Здесь эгидо земляная Здесь магическая сфера Здесь непроницаемая мерзлота Здесь, возможно, нет ничего Либо есть А, здесь нет, да, получается Я так понимаю, да, наверное Погоди У хаоса вмешательство арканов Может быть это считается Ну, короче, есть там бафы Есть самоны Есть прыжки Есть что-то еще такое Есть просто разные такие отдельные арканы И играть с разными интересно И вариантов игры очень много И это вот каждый из них будет ощущаться Так, знаете, своя какая-то ротация идет Каждый раз тебе достает удовольствие Здесь есть разные режимы Что тоже интересно То есть в том плане, что есть хард-режим Есть рандомные арканы Вот это весело достаточно Да, так получается Который постоянно у тебя меняет Не рандом арканы Арканы, рандом релик Релики вот эти вот прикольные Они дают тебе особые режимы Но не хватает контента В самой игре базового Я бы сказал То есть есть разные режимы Есть там босс раш Который тоже, в принципе, веселенький И прикольно, кстати, сделан весьма Драйвовый играется То есть у тебя там Остаются аспекты игры Знаете, что У тебя требуется золото И арканы ты собираешь Билд отдельный Есть разные NPC Вот как в клетках, да Недавно сделали босс раш И сделали его прям на совесть Вот здесь что-то вот близкое к этому Что-то в таком духе ближе Не просто, знаете, бездумно запихали Боссов подряд там и все Эти релики дают особое впечатление от игры, да Особые забеги уникальные Но по большому счету ты Скажем так 80% забегов Если ты хочешь все в игре посмотреть Или 90 даже процентов Ты будешь сам себя развлекать именно То есть именно вот этим вот Подбирая такие вот режимы Но вот именно непосредственно Контента локаций маловато Баланс в игре Ну типа Третья фаза мастера суры Мы молчим вообще Здесь штуки определенные Имбовые очень Да, есть что-то такое сломанное Немного напрягает, что Опять же ты станешься Где-то ты Совершенно не чувствуешь Именно что нечестно Как-то Ощущается с моментами Но в целом Слушайте Блин, хорошая игра Действительно Здесь очень много ребят того Что мы еще могли бы попробовать При желании Но в целом Мы посмотрели на подавляющее Большинство всего И тут Перепробовать все и вся Можно бесконечно долго Надеюсь, что вам понравилось Это прохождение Было интересно посмотреть Давненько я хотел Ребят, в эту игрушку Поиграть еще До старта канала Я ведь видел эту игрушку Когда-то давно По-моему, у Варлока Или еще По-моему, у Варлока, да Очень давно на старой версии Где не было еще там Боссов каких-то даже Что-то мельком я видел Мало что помнил И еще давно Я хотел в нее поиграть Но с играми Которые давно вышли в релиз Которые можно не торопиться Я и, собственно Не тороплюсь обычно Вот, наконец-то Дошли руки И я рад, что я в нее поиграл Рад, что я ее прошел Ближайшими играми Играми, ребят, на канале Получается Этот видос должен быть 19 октября Я его записываю 18-го Ближет к вечеру Причем уже Должно что-то сделать 20-го Нужно быть Айзек А потом, вроде как Выходит Vampire Survivors В релиз И будет Vampire Survivors Может будет Just Shapes and Beats Вскоре В том числе Я еще подумал Вроде как Должен быть небольшим В общем-то, ребят Надеюсь, что Увидимся с вами В других прохождениях Еще в других роликах Если вам нравится Выставание канала Я буду очень рад Спасибо всем Кто смотрели это прохождение Были со мной На протяжении него Подписывайтесь, ребят, на канал Если вам нравится его контент Я буду очень благодарен Я старался Подпишите свои мысли Касаемо забега Касаемо игры в целом Будет интересно почитать Комментарии под видео Оценить видео Само собой Не забывайте Я буду тоже очень признателен Вставайте, ребят, на дискорд С сервера канала Если хотите пообщаться На канал все играми Чтобы не писать От случае чего Но я ожидаю всем, ребят Хорошего настроения Такого же дня Всем удачи До встречи Всех пусь-пусь И всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok